Андрей Драгунов музыки не слышит, он глухой с рождения, но то, что отняла у него природа, является стимулом для преодоления прежде всего самого себя. Андрей стал профессиональным танцором. Поделиться формулой успеха парень приехал в Орел. Наш город стал пятой площадкой для благотворительного мастер-класса. До этого Андрей побывал в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде и Курске. В Орле занятие прошло в рамках проекта «Открытый урок» от Фонда развития и поддержки социальных интернет-инициатив, направленного на популяризацию инклюзивного обучения. Когда видишь восторг детей и вообще людей, это дорогого стоит. Я думаю, мы продолжим в том же темпе и до Нового года постараемся охватить весь Центральный федеральный округ. Связующей нити между фондом Андреем Драгуновым и нашим городом стал Дмитрий Бурмистров. Орловский танцор, молодой преподаватель, нередко в своей профессиональной деятельности сталкивается с проблемами социоадаптации людей с ограниченными возможностями, которые не знают, с чего начать свой творческий путь. Сначала не понимали, чего ожидать от этого мероприятия. Когда я говорил, приходите на мастер-класс, будут проводить мальчик, который не слышит, они говорили, как он будет проводить мастер-класс. И все были с удивлением. И сначала я ждал вообще очень долго, то есть никого, никого ответа не было. А вот за последние три дня просто у меня огроменный наплыв был, просто я был удивлен. Попробовать свои силы в танцах, поближе познакомиться со звездой телеэкранов пришло порядка 70 человек. Многие из них глухие и слабослышащие. Танцевали сначала в тишине. Андрей пытался показать им свой мир, без звуков. Со здоровыми людьми помогал наладить связь переводчик. Почему вы такие грустные? Вот берите с меня, например. Видите? Ой, я. Ну, давайте улыбаемся, танец, как я. Как всегда, получалось все не сразу. Сложно было представить, как по истечении часа эта группа абсолютно незнакомых людей сможет выучить танец. Но удалось. Это не чудо, говорит Андрей, а желание постоянно работать над собой. Именно это он хотел донести до орловской публики. Танцы ведь это ритмы сердца. Я хочу, чтобы глухие ребята и девчонки могли одинаково танцевать со слышащими. Сделать как мост. Общение. Чтобы не было проблем. Потому что я знаю, что глухие стесняются. И с этим нужно бороться. Танцевальная встреча получилась теплой. После орла Андрей Драгунов со своей командой отправился в Тулу. Алина Логутина, Эдуард Чернавский, телеканал Первый областной.